Это цеха по производству. Работа в них полностью остановлена. Хотя еще несколько лет назад именно здесь изготавливался карбамид, который отправлялся на экспорт по всему миру. Сейчас же завод выживает за счет перегрузки аммиака, прибыли от которой не хватает для полноценного функционирования предприятия. Рабочая неделя сотрудников цеха Одесского припортового завода сократилась до трех дней. Оператор Илья иронизирует. Узкопрофильные специалисты последние годы выполняют работу сторожей. Теряют те навыки, которые получались. Обучение оператора такого, как я, это три года минимум. И не находиться в ритме почти год, скоро год будет, это потеря каких-то навыков или логических связей. Задерживают здесь и зарплату. Деньги за ноябрь люди получили только на прошлой неделе. Декабрь и январь пока не оплачены. А ведь это разгар отопительного сезона. Не платить коммунальные услуги, не оплачивать за детей в садик, кушать нечего. Часть людей в цехе жилья, собственно, не имеют. Они снимают квартиры, их тоже выселяют с семьями, с детьми. В причине того, что они не могут заплатить. Это все огромный кризис социальный в первую очередь. Невозможно ходить на работу и не получать деньги три месяца. Люди теряют надежду на восстановление производства. Коллектив ОПЗ лишился уже тысячи сотрудников. Более ста человек уволились только в прошлом месяце. Если тенденция сохранится, запускать завод будет просто некому. Сотрудники – нефтегаз, укртрансгаз, группа компаний «Остхем». Содолженность ОПЗ превышает 300 миллионов гривен. В то же время и у завода есть должник – государство. Мы в ближайшее время ожидаем решения суда по возмещению налога на прибыль. Это 480 миллионов гривен, 460, в зависимости от того, как будет решение. Этих денег хватает полностью стабилизировать работу. Точнее, не так. Не стабилизировать работу. Компенсировать долги, выплатить зарплату, рассчитаться с операционными долгами. Ну и какие-то деньги останутся для того, чтобы стабилизировать работу на предприятии. У ОПЗ есть все возможности приносить бюджету страны миллионные доходы. Здесь налаженные морские и железнодорожные пути, модернизированные технологии производства, установка по опреснению морской воды, рассказывает зампредседателя профкома. В цехе перегрузки аммиака находятся 4 емкости за моей спиной, каждый из которых по 30 тысяч тонн. Это самое большое хранилище аммиака в Европе. Со дня на день ОПЗ готовится к очередной попытке запуска. Если получится, завод планирует возобновить производство аммиака, позже и карбамида. Руководство завода пока настроено оптимистично, несмотря на то, что в прошлом году сорвалось три контракта по такой же давальческой схеме. Что касается завода, сделано все. Мы подготовили оборудование, люди работают. Теперь остановка только за давальцем, который говорит о том, что газ он заводит. Мы знаем, что он подписал контракт по газу, этот контракт мы видели. Газ на рынке есть, цена сегодня соответствует. То есть все условия для того, чтобы произошел этот запуск, они есть. Если запуск сорвется, вероятность будущего предприятия под угрозой. Завод лишится большинства специалистов, техника без работы быстро портится. Проблемами ОПЗ заинтересовалась мэрия Южного и губернатор области Максим Степанов. Планирует привлечь внимание и руководство страны. На конференции трудового коллектива ОПЗ директор предприятия обязался к понедельнику предоставить губернатору стратегию выхода из кризиса. Выплатить зарплаты обещают уже в этом месяце.